Друзья, к сожале́нию, наступи́ло вре́мя, когда́ мы не мо́жем путеше́ствовать, но́ мы мо́жем де́лать э́то виртуа́льно. Я предла́гаю вам посмотри́ть э́то ви́део и соста́вить спи́сок стра́н, в кото́рое вы хо́тите по́ехать в ближа́йшее вре́мя. Я уверена́, что та́к оно и бу́дет. Скоро́ мы все́ сно́ва смо́жем путеше́ствовать и насла́жда́ться жи́знью. Наде́юсь, э́то ви́део заре́дит вас пози́тивом, отвле́чёт вас от про́блем и пода́рит наде́жду на лу́дшее. Э́то ви́део я гото́вила оо́чень до́лго, ведь мне ну́жно бы́ло прочи́тать о ка́ждой стра́не. И, зна́йте, мне э́то понра́вилось. Э́то бы́ло, как не́большо́е виртуа́льное путеше́ствие. Когда́ я читала́ о како́й-либо стра́не, мне непреме́нно хо́телось её посе́тить, но потом я пере́ходила к сле́дущей стра́не, и она́ была мне таќже интересна. Во́бщем, мой спи́сок стра́н, куда́ бы я хо́тела отправи́ться в путеше́ствие, попо́лнился. Мне бы́ло инте́ресно гото́вить э́то ви́део, а ва́м, я наде́юсь, будет инте́ресно его смо́реть. Е́сли я буду ста́вить непра́вильно ударе́ние в назва́ниях географи́ческих объе́ктов, не стесняйтесь меня поправля́ть, потому что я не могу́ знать, как произнося́тся все э́ти назва́ния. Наде́юсь, что после э́того ви́део вы бу́дете зна́ть, как называ́ются все стра́ны по-русски. Ну́ или хотя́бы ва́ша страна́ и сосе́дняя с ней́. Абха́зия знамени́та сво́ими целе́бными исто́чниками. Большинство госу́дарственных и ча́стных учрежде́ний призна́ют ру́сский язы́к наряду с абха́зским. Австра́лия – страна, занима́ющая одно́имённый материк, кото́рый омыва́ется инди́йским и ти́хим океа́нами. Здесь оби́тают уника́льные ви́ды живо́тных, например, кенгуру́ и утконо́сы. Австре́я – страна́ с импе́рской исто́рией, архитекту́рой в стиле баро́кко, го́рными дереву́шками и альпи́йским ландша́фтом. Азербайджа́н. Бывшая респу́блика СССР – государ́ство, расположенное на побере́жье Каспи́йского моря, в Кавка́зских гора́х. Здесь нахо́дится са́мое большое на плане́те солёное о́зеро, кото́рое называ́ется Каспи́йское море. Алла́нские острова. Принадлежа́т Финля́ндии, но живу́т здесь шве́ды. Когда́то да́вно острова́ были ча́стью Росси́и, как и сама́ Финля́ндия. Алба́ния. Располо́жена на Балка́нском полуо́строве, знамени́та многочи́сленными за́мками и архео́логи́ческими памя́тниками. Алжи́р. При посе́щении Алжи́ра вас ждут э́кзоти́ческие оа́зисы и первобы́тные на́ска́льные рису́нки в дре́вних пеще́рах, целе́бные исто́чники ми́нера́льной воды и величе́ственные кипа́рисы, возра́ст кото́рых насчи́тывает не одну́ сотню лет, уника́льные дре́вние хра́мы и совре́менные зда́ния музе́ев. Алжи́лья. Э́то ма́ленький уе́динённый о́стров. На этом о́строве е́сть мно́жество бе́лых песча́ных пля́жей, кото́рые омыва́ются криста́льно чи́стой голубо́й водо́й. Всего́ на о́строве 33 пля́жа и бухты. Анго́ла. Знамени́та прежде всего́ крупными месторожде́ниями не́фти и алма́зов. Андо́ра. Изве́стна сво́ими горнолы́жными куро́ртами, живопи́сными приро́дными ландша́фтами. Аргенти́на. Счита́ется страно́й иммигранта́в, как и Сыша́. Как и Брази́лия, знамени́та сво́ими шу́мными карнава́лами. Арме́ния. Сла́вится коньяко́м, фру́ктами и лава́шо́м. Ару́ба. Знамени́та дре́вними пеще́рами, краси́выми пля́жами и да́йвингом. Афгани́стан. Э́то го́рная страна́, кото́рая знамени́та в пе́рвую о́чередь сво́им садово́дством и фрукто́выми сада́ми. Бага́мские острова́. Знамени́ты белосне́жными песча́ными пля́жами, без си́льных во́лн, прозра́чными бирюзо́выми во́дами лагу́н, кокосовыми па́льмами и мя́гким тропи́ческим клима́том. Бангладе́ш. Страна́ приро́дных контра́стов. Бангладе́ш бога́т многово́дными реками, криста́льно чистыми о́зёрами, тропи́ческими джу́нглями. Барба́дес. Знамени́т песча́ными пля́жами, чистой водо́й, высо́кими па́льмами, превосходной ку́хней и ро́мом. Бахре́йн. По-арабски́ два мо́ря. Это са́мое ма́ленькое арабское госуда́рство. Именно здесь, согласно библе́йским преда́ниям, располага́лся рай́ский са́д Эдэм. Белару́сь. Знамени́та те́м, что здесь́ живу́ я. А е́сли серьёзно́, то краси́вой приро́дой, многочи́сленными о́зёрами, по э́той причи́не её ча́сто называ́ют сине́окой, ка́чественными изде́лиями из льна́, а ещё здесь располо́жена белове́рская пу́ща, в кото́рой водятся зубры. Белли́с. Изве́стен вторы́м по величине́ барье́рным ри́фом в ми́ре, кото́рый населя́ют о́коло тысячи с половино́ видов тропи́ческих ры́б. Та́кже представля́ют интере́с национа́льные па́рки и запове́дники страны́, среди кото́рых еди́нственный в ми́ре запове́дник ягуа́ра. Бельгия. Сла́вится краси́вой архитекту́рой, вкусне́йшим шокола́дом, разнообра́зной ку́хней и изуми́тельным пи́вом. Бени́н. Дре́внее африка́нское госуда́рство, по-францу́зски «страна́ сча́стья», знамени́т ежего́дным фестива́лем Ву́ду. Болга́рия. Страна́ алых роз́ и бе́лых лебеде́й. Здесь́ в избытке три́ цвета́ – си́ний – синее море́, жёлтый – песча́ные пля́жи и зелё́ный – приро́да. Боли́вия. Знамени́та инде́йскими карнава́лами, крупне́йшим солончаком ми́ра, оставшимся от не́когда высохшего дре́внего солёного о́зера, е́сли в общем, то безу́мно краси́вой приро́дой. Сто́ит у́видеть доро́гу смерти́ и о́зеро Титикака́. Бо́сния и Герце́гови́на. Знамени́та краси́выми пейза́жами и архитекту́рой. Бо́тсва́на. Одно́ из са́мых безо́пасных тури́стических ме́ст в Африке. Изве́тна сво́им национа́льным парка́м со мно́жеством разли́чных живо́тных. Брази́лия. Знамени́та попуга́ями, коне́чно же карнава́лами и краси́вой приро́дой. Бруне́й. Изве́стен живо́писными ма́нгровыми леса́ми, очарова́тельными пля́жами и многоо́бразием истори́ческих достопримеча́тельностей. Здесь есть и комфо́ртные куро́рты для пля́жного отда́ха, и нетрону́тые человеком приро́дные райо́ны для прогу́лок, и коло́ритные ры́нки с инте́ресными сувени́рами, а ещё самобы́тные дере́вни с инте́ресным жи́зненным укла́дом и дружелю́бной атмосферой. В Буру́нди органи́ческий ко́фе и хло́пок явля́ются важне́йшими э́кспортными това́рами. Здесь живо́т одни́ из са́мых высо́ких люде́й плане́ты. Средний ро́ст у мужчи́н — 193 см, а у же́нщин — 175 см. В Буру́нди нахо́дится на берегу о́дно́й из мировых достопримеча́тельностей — о́зеро Тангань-и́ка. Тангань-и́ка — са́мое дли́нное прес́ное о́зеро в ми́ре. Как и Байка́л, о́но отлича́ется глубино́й и прозра́чностью. Бу́тан. В на́ши дни Бу́тан явля́ется о́дно́й из са́мых изо́лированных стра́н в ми́ре. Гла́вный при́нцип Бу́тана — сохра́нение приро́ды. Здесь оби́тают бенга́льские ти́гры, гимала́йские медве́ди, гау́ры, индийские бу́йволы, лео́парды, слоны, носоро́ги. В ре́ках во́дятся га́нгские дельфи́ны. Ещё один из при́нципов стра́ны — сохра́нение тради́ций — э́то не то́лько на́циональная оде́жда, но и э́тикет. Ва́тикан. Я́вляе́ется са́мым ма́леньким госуда́рством в ми́ре. Населе́ние — тысячи челове́к. Са́ды Ва́тикана — одни́ из са́мых охра́няемых ме́ст в ми́ре. Э́то са́мые краси́вые са́ды в Евро́пе. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Мы о́чень ре́дко называ́ем э́ту стра́ну ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ и ча́ще всего Англией. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ у бо́льшинства люде́й ассоциируется с овся́нкой и Ше́рлоком Хо́лмсом. Жи́тели ВЕЛИКОБРИТАНИИ потребля́ют бо́льше ча́я, чем в любо́й друго́й стра́не ми́ра. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ изве́стна как стра́на с са́мыми дли́нными назва́ниями горо́дов. ВЕНГРИЯ. Вхо́дит в пя́терку стра́н Евро́пы по коли́честву терма́льных лече́бных исто́чников. Эту стра́ну наряду с Фра́нцией называ́ют ра́ем для гурма́нов. На́столько знамени́та её на́циональная ку́хня, признава́емая о́дно́й из лу́чших в Евро́пе. ВЕНЕСУЕЛА. Знамени́та ста́рыми горо́дами конкистадо́ров, песча́ными пля́жами, са́мым высо́ким в ми́ре водопа́дом А́нхель. Восто́чный Ти́мор. Сла́вится выра́щиванием потряса́ющих сорто́в ко́фе. Здесь нет каки́хто уника́льных исто́рических памя́тников или приро́дных объе́ктов, зато есть множе́ство соверше́нно неизу́ченных ме́ст. Нет то́лп тури́стов и ра́звитой инфраструкту́ры о́тдыха́, но в изоби́лии встреча́ются краси́вые пля́жи и богате́йшая морска́я жи́знь. Вьетнам изве́стен краси́вой приро́дой, о́стровом обезья́н и необы́чной архитекту́рой. Габо́н. Счита́ется о́дним из са́мых бога́тых и стаби́льных госуда́рств на африка́нском конти́ненте. Приро́да здесь о́чень краси́вая. В Габо́не оби́тает са́мая бо́льша́я популя́ция го́рилл на плане́те. Га́ити. Запо́мнится вам прекра́сными пля́жами, колониа́льной архитекту́рой и каска́дами захва́тывающих водопа́дов. Га́мбия. Небо́льша́я и дово́льно бе́дная африка́нская страна́. Са́мое ма́ленькое госуда́рство в Африке. В Га́мбии есть на что́ посмотреть. Э́то крокоди́ловая фе́рма, краси́вейший са́д Бака́у, ле́с Би́джо́ла с разнообра́зным расти́тельным и живо́тным ми́ром, мно́жество ку́рортов, нацио́нальный пар́рк Абу́ка, а та́кже фолькло́рная дере́вня Джу́фре. Га́на. В Га́не бы́ли обнару́жены бога́тые за́лежи зо́лота и алма́зов. В настоя́щее вре́мя страна́ процвета́ет за счёт торго́вли кака́о. Гвадылу́па. Са́мый бо́льшо́й остро́в, располо́женный на архи́пела́ге Анти́льских острово́в. Он омыва́ется Атланти́ческим океа́ном и Ка́ри́бским морем. По фо́рме остро́в напомина́ет ба́бочку, состои́т из двух частей, разделённых узким проли́вом. Гвадылу́па изве́стна сво́ими райскими пля́жами. Э́то идеа́льная страна́ для акти́вного отда́ха. Здесь предоста́влены все услови́я для пе́шего велосипе́дного туризма, дайвинга, глубоково́дной рыбной ло́вли и альпини́зма. Гватема́ла изве́стна несравне́нной колле́кцией дре́вних руи́н Ма́йя, кото́рые бука́льно покрыва́ют сельскую ме́стность. В Гватема́ле насчитыва́ется бо́ле 30 вулка́нов. Са́мые изве́стные места́ в Гватема́ле – это хра́мы Ма́йя, ры́нки, вулка́ны, тихоокеа́нские пля́жи. Гвине́я располага́ется в за́падной А́фрике. Ра́ние э́та страна́ была изве́стна нам, как францу́зская Гвине́я. В Гвине́е о́чень мно́го не́больши́х рек, кото́рые впада́ют в Ни́гер или в Атланти́ческий океа́н. Гвине́я, Беса́у. Изве́стна тремя ве́щами. Э́та одна́ из са́мых бе́дных стран ми́ра, до неда́вних пор жи́вшая в ду́хе маркси́зма-ленинизма. Осно́ва бю́дже́та страны – нарко́трафик. Здесь нет стаби́льного эле́ктроснабже́ния даже в столи́це. Доба́влю к э́тому неда́вно завершившуюся кровопроли́тную гражда́нскую во́йну и сра́зу четыре вое́нных перево́ро́та за после́дние 10 лет. Герма́ния. Сла́вится пи́вом, колба́сками и кре́нделями. Гибралта́р. Изве́стен чуде́сными обезья́нками и краси́выми пейза́жами, пу́шкой и уника́льной архитекту́рой, пеще́рами и разли́чными музе́ями. Гондурас. В стране́ почти по́лностью сохра́нились руи́ны Ма́йя. Краси́вы национа́льные па́рки. Гонконг. Жи́тели Гонконга́ не счита́ют себя китайцами, хотя их госуда́рство явля́ется ча́стью Китая. Здесь о́чень чи́сто. Гонконг явля́ется ро́диной Брю́са Ли́ и Дже́ки Ча́на. Грена́да. Разнообра́зие и бога́тство приро́ды созда́ют о́браз тропи́ческого ра́я, кото́рый привлека́ет тури́стов. Из ме́стных достопримеча́тельностей обя́зательно сто́ит посе́тить музе́й исто́рии и ры́нок спе́ций. Да́йвинг, мно́го пля́жей, водопа́дов, есть горя́чие исто́чники. Гренла́ндия. Крупне́йший о́стров на земле́. Гренла́ндия изве́стна сво́ими кру́глогоди́чными пейза́жами с засне́женными верши́нами, айсбе́ргами. Здесь располо́жен крупне́йший национа́льный парк в ми́ре. Ме́жду горо́дами здесь бу́ква́льно нет доро́г, нет желе́зной доро́ги и ни́каких сере́зных судоходных пу́тей. Все переме́щения по о́строву происходят ли́бо на вертолё́тах, ли́бо на небо́льших самолё́тах, ло́дочках или да́же на соба́чьих упря́жках. Здесь суще́сту́ет такое явле́ние приро́ды, как полуно́чное со́нце. Ле́том со́нце за севе́рным поля́рным кру́гом на протяже́ние нескольких неде́ль не заходят за горизо́нт. Чем да́льше на севе́р, тем э́тот феномен дли́тся до́льше. Например, жи́тели го́рода Илулиса́д мо́гут насла́жда́ться полуно́чным со́нцем доль́ше двух ме́сяцев, а в го́роде Каа́наа́к со́нце не скрыва́ется за горизо́нт почти три с половино́й ме́сяца. Гре́ция сла́вится сво́ей дре́вней архитекту́рой. В античности она явля́лась значи́тельным культу́рным центром. Гре́ция дала ми́ру мно́го знамени́тых учё́ных и философов. Сего́дня Гре́ция всё ча́ще ассоциируется с тёплым со́нцем, лазурным морем, бе́лыми домами, арома́том ко́фе со стака́ном холодно́й воды и разнообра́зными вече́рними развлече́ниями. В общем, со́всем тем, что располага́ет к неспе́шности, расслабле́нию и отды́ху. Гру́зия сла́вится сво́им вино́м грузи́нской ку́хней, архитекту́рой и краси́вой приро́дой. Э́та страна́, где пересеклись восто́чные и за́падные цивилиза́ции. Гуа́м. Отличное ме́сто для да́йвинга. Еди́нственное ме́сто в ми́ре, где́ на подво́дном дне ря́дом лежа́т обло́мки дву́х вое́нных кора́блей. Да́ния сла́вится сво́ей выпе́чкой. Са́мым распостранённым транспортом в Да́нии явля́ется велосипе́д. Датча́не лю́бят занима́ться спортом. Доми́ника. Изве́стна сво́ей экзоти́ческой фло́рой и фау́ной, поту́хшими вулка́нами, пля́жами с вулка́ническим песко́м, горя́чими исто́чниками, гейзерами. Здесь мо́го на́циона́льных па́рков и запове́дников. Доми́никанская респу́блика. Подо́йдёт для люби́телей да́йвинга, песча́ных пля́жей и краси́вой архитекту́ры. Еги́пет. Изве́стен ка́к страна́ пирами́д и еро́глифов и му́мий. Э́то одно́ из наибо́лее популя́рных тури́стических ме́ст в ми́ре. Замби́я. Замби́я. Знамени́та разнообра́зием и бо́га́тством ди́кой приро́ды. Здесь нахо́дится изве́стный водопа́д Викто́рия. Запа́дная Саха́ра. Одна́ из са́мых пусты́нных и ре́дко населё́нных стран на пла́нете. Зимба́бве. Изве́стна своей ди́кой приро́дой и водопа́дом Викто́рия. Изра́иль. Сла́вится украше́ниями из эйла́йтского ка́мня, грана́товыми ви́нами, косме́тикой, фи́никами и оли́вками, сла́достями и спе́циями, ко́фе с карда́моном. Индия. Изве́стна возникнове́нием йо́ги, меди́та́ции и аюрве́ды. В Индии сто́ит посе́тить дво́рец Та́дж-Маха́л, пля́жи Гоа́. Индонэ́зия. Страна, полная кра́сок и контра́стов. Уника́льное сочи́та́ние ультра́совре́менных стекля́нных небоскрёбов и хи́жин абориге́нов. Знамени́то вулка́нами, уника́льной приро́дой и о́стровом Ба́ли. Иорда́ния. Сла́вится сво́ими куро́ртами. Именно здесь происходи́ли мно́жественные би́бле́йские собы́тия. Располага́лись Содо́м и Гомо́ра. Са́мое посе́ща́емое ме́сто река́ Иорда́н. Ира́к. Террито́рия совреме́нного Ира́ка явля́ется о́дним из це́нтров становле́ния всей цивилиза́ции, где́ заро́дились легендарные культу́ры Па́рфии, Месопота́мии, Асси́рии, Шуме́ра, Персии и Акка́да. Кро́ме э́того, тут до сих пор сто́ит стари́нный го́род Багда́д 19–18 веко́в до на́шей эры. Гла́вным архео́логи́ческим памя́тником Ира́ка явля́ются разва́лины Вави́лона, кото́рый призна́н древне́йшим го́родом плане́ты. В пе́рио́д его наивы́сшего расцве́та здесь бы́ли постро́ены о́гро́мные хра́мы и дворцы́, а та́кже други́е сооруже́ния, в том числе́ знамени́тые вися́чие сады́ и Вави́лонская ба́шня. До на́ших дне́й дошли́ лишь неко́тые фрагменты бы́лого вели́чия Вави́лона. Зи́мний и ле́тний дворцы́ Наву́хо-дано́сора, у́лица Проце́ссий с пе́рвой в ми́ре асфа́льтовой доро́гой, семияру́сный Зикку́рат, воро́та И́штор и знамени́тый Вави́лонский ле́в. Ира́н изве́стен своей изы́сканной ку́хней, красотой пусты́ни, база́рами и шо́лковыми ковра́ми. Ира́н занима́ет третье ме́сто в ми́ре по коли́честву дре́вних памя́тников, по́сле Египта и Ита́лии. Ирла́ндия изве́стна средневеко́выми за́мками и краси́вой приро́дой. Сто́ит посе́тить ку́льтовое соору́жение Нью-Гре́йнж, построе́ное за три ты́сячи лет до на́шей эры из земли, глины, камня и де́рева. Оно́ не ме́нее таи́нственное, чем Стоунхэ́ндж. Здесь́ вы мо́жете попро́бовать хоро́шее пи́во и ви́ски. Исла́ндия перево́дится как «ледя́ная стра́на». Обы́чно ассоциируется с эльфами, тро́ллями и ви́кингами. Столи́ца кито́в. Бо́лее 10% территори́и страны — ледники. Исла́ндия знамени́та сво́ими вулка́нами. Это́ самый бо́льшо́й остро́в в ми́ре, имею́щий вулка́ническое про́исхождение. На территори́и страны располо́жены настоя́щие памя́тники приро́ды. Огро́мные водопа́ды, гейзеры, ледяны́е глы́бы. В стране́ практически нет бе́дных. Озёра Исла́ндии примеча́тельны тем, что мно́гие из них не замерза́ют всю зи́му из-за оби́лия тёплых исто́чников на дне́. Испа́ния знамени́та сво́ей ку́хней, кари́дой, средневеко́выми за́мками и дворца́ми, та́нцами фламе́нко. Ита́лия сла́вится сво́ей ку́хней, ви́нами, уника́льной дре́вней архитекту́рой, карна́валом. Йе́мен. Бе́дная ара́бская страна́ знамени́та вку́сным ко́фе и дре́вней архитекту́рой. Казахста́н. Изве́стен степя́ми, курга́нами и космодро́мом Байкону́р. Камбо́джа. Изве́стна хра́мовым ко́мплексом Ба́йон, краси́выми хра́мами и о́зером Танле́сап. Ко́мплексом Ба́йон. Ко́мплексом Ба́йон. Ко́мплексом Ба́йон. Ко́мплексом Ба́йон. Ко́мплексом Ба́йон. Ко́мплексом Ба́йон.